Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Финальное совещание, проект новой конституции в ближайшие дни вынесут на всенародное обсуждение. Ну мы еще посоветуемся, если будут какие-то иные предложения разумные, мы на них посмотрим. Когда планируется референдум? Прямо под колеса. На социалистической такси сбило 8-летнего мальчика. Гражданам, которым известны обстоятельства два нового происшествия, поросьба позвонить по телефону 102. В каком состоянии ребенок? Кулинария – это искусство. Торгово-экономический колледж отмечает 75-й день рождения. Благодаря колледжу устроился в успешную организацию, работаю там уже 5 лет. Чем гордится гастрономическая кузница? А также опытные образцы, опасная рыбалка и досрочная выплата. Белпочта в преддверии католического Рождества заранее выдает пенсию, как работают отделения. Президент провел финальное совещание по проекту Конституции. Всенародное обсуждение начнется уже на следующей неделе. Белорусский лидер добавил, после рабочей группы соберется еще раз, чтобы рассмотреть существенное предложение, которое выдвинет народ. Референдум может состояться во второй половине февраля 2022. В декабре месяце проведена еще дополнительная доработка по проекту Конституции. Скорректировано 55 положений технически. Сегодня я бы хотел в большей степени остановиться на обсуждении вопроса по подходам, заложенным в проекте Конституции в отношении государственных органов, которые нашли отражение в проекте. Знаете, я упустил один момент существенный и принципиальный. Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, нам придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Вот и весь ответ на те вопросы, а когда, а что, а выборы досрочно, сверхсрочно и так далее. Нам надо, приняв Конституцию, выстроить встроенную систему управления, хозяйствования в экономике, политическую систему, принять основные законы изменения в законодательство, отстроить всю систему и выходить на новый цикл электоральных кампаний. Ну, мы еще посоветуемся, если будут какие-то иные предложения разумные, мы на них посмотрим. Основной закон сохранит социально ориентированную направленность с опорой на сильное государство, наши традиции и ценности. В Конституции планируется закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Чужих не бывает. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети». Ежегодно к республиканскому движению подключаются руководители госорганов, лидеры общественных объединений и неравнодушные. В преддверии праздника в гости заглянули и в коррекционный центр. Учреждение получило сертификат на покупку мебели. С подробностями Ольга Васенда. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации настоящий праздник. Благотворительная акция «Наши дети» не обошла стороной особенных малышей. В гости вместе со сказочными персонажами заглянуло руководство предприятий города. Фондок и водоканал привезли сладости, а завод тракторных деталей и агрегатов – сертификат на приобретение мебели. Считаю, что нужно, скажем так, расширять круг участников, дабы дети себя не чувствовали какими-то обделёнными. Всё-таки Новый год этот праздник, который дети с удовольствием, да и взрослые ждут, загадывают какие-то желания, мечты. Плюс известная кофейня-кондитерская передала сертификат на 250 рублей. Конечно, не остался в стороне и Бобруйский гуросполком. Учреждение пополнилось новой бытовой техникой и нужным для обучения проекционным экраном. Не все смогли присутствовать на празднике, но подарки получит абсолютно каждый ребёнок. В целом в рамках акции «Наши дети» в нашем городе проводятся утренники, спектакли. Учащиеся города примут участие в республиканском боготворительном празднике с участием президента, с участием руководства нашей области и города. Сергей Мороз посещает коррекционный центр вот уже 7 лет. Свои 14 мальчик с аутизмом отличаются от обычных детей. Однако ежедневные и на первый взгляд монотонные занятия всё же дают свой результат. Стал поспокойнее, хотя бы мы начали друг друга понимать больше, как-то общаться на таком уровне, чтобы ему доступно это было. И бытовые навыки у него появились. Проще стало, конечно. Сейчас в коррекционно-развивающем центре по эффективной методике обучается 34 человека. Три дошкольные группы и два спецкласса посещают ребята с так называемыми тяжёлыми множественными нарушениями развития. Возраст от 3 до 18. Пусть они не научатся читать, писать, но наши дети учатся жить, интегрироваться, социализироваться в этой жизни и эмоционально развиваются. Во время занятий с особенными чадами специалисты используют жесты, картинки и невербальную коммуникацию. Ежегодно с помощью неравнодушных тут появляется новая и такая нужная техника. Коррекционный центр идёт в ногу со временем. Здесь расположился вот такой интерактивный стол. Его основа – развивающие игры. В учреждении любое, даже самое малое изменение в детях – уже большая победа. Это может быть карандаш в руке, произнесённые звуки или даже улыбка. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В 37 метрах от «Зебры» в Бобруйске такси сбил ребёнка, который перебегал дорогу в неположенном месте. ДТП произошло накануне на Социалистической в четвёртом часу дня. Восьмилетний мальчик выбежал прямо на проезжую часть и угодил под колёса «Лады Веста». В результате ДТП ребёнку были причинены следственные повреждения, с которыми он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Гражданам, которым известны обстоятельства два нового происшествия, просьба позвонить по телефону 102. ГАИ в очередной раз акцентирует внимание. Дети не сознают всей степени опасности. Поэтому правильный пример должны подавать взрослые. Внимательными нужно быть и водителям. На кону не только их жизнь. Дорожный закон, досрочная пенсия и новые тарифы. В Беларуси с 2022 потяжелее джировки. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси выпустили серии вакцин «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Пока это только опытные образцы, однако достижение уже определяет. Выполнен важный этап совместного белорусско-российского проекта. Далее все произведённые препараты уйдут на контроль качества в Россию в Институт Гамалеи. На национальном правовом интернет-портале появились внесённые поправки закон о дорожном движении. Курсанты автошкол смогут обучаться, сдавать экзамены и получать права на автомате. Власти ведут и автоматизированную базу данных учёта результатов прохождения техосмотра. Это же касается и состояния здоровья водителей. Спектры будут видеть онлайн, кому запрещено садиться за руль. Все нововведения вступят в силу с 22 сентября следующего года. В Беларуси установлены тарифы в сфере ЖКХ на 2022. Повышение пройдёт в два этапа. Жировки потяжелеют с января, за исключением отопления. С июня белорусы будут больше платить за тепловую и электрическую энергию, природный и жиженый газ. В расчёте на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг, цены повысятся в пределах 5 долларов. Освод рекомендует повременить с рыбалкой. Ледяное покрытие недостаточно прочное. Спасатели дежурят на водохранилищах и регулярно проводят обходы акватории. В этом сезоне специалистам уже приходилось доставать из замёрзшей ловушки несовершеннолетних. Родителям стоит следить за детьми и объяснять, какие опасности таит в себе тонкий лёд. Впереди зимние каникулы. Белпочта организовала досрочную выплату пенсии за 25 декабря. Получить деньги в Минске, Витебской области, Бобруйском, Кировском, Кличевском, Осиповическом и Глузском районах можно уже с 23 числа. На католическое Рождество будут функционировать только дежурные отделения. Третий автопожар за неделю. На улице Широкой горела легковушка. Сообщение на номер 112 поступило около полуночи. Когда на место ЧП прибыли спасатели, машина полыхала открытым пламенем. Огонь повредил заднюю крышку и бампер. Уничтожено стекло. Обошлось без пострадавших. В причине разбираются специалисты. Сладкая жизнь. Главная кузница кулинарных кадров Бобруйска отмечает 75-й день рождения. Торгово-экономический колледж выпускает кондитеров, официантов, поваров, продавцов и товароведов. Карина Гуревич оценила шедевры на вкус. Выражение «возраст к лицу» хорошо подходит Торгово-экономическому колледжу. В этом году учреждение празднует свой 75-й день рождения. Юбилей отмечают с размахом. Кругом одна огромная экспозиция работ учеников и преподавателей. Здесь же для гостей организованы мастер-классы по разным направлениям. Каждый кондитер, в том числе и художник. Поэтому часть обучения – роспись имбирного печенья. В основе глазури – сахарная пудра, белок и лимонная кислота. Официанты тоже не остаются в стороне. Покоряют гостей профессиональной сервировкой. А на сцене лучшим работникам вручают почетные грамоты и благодарности. Всем поздравляют колледж и выпускники. Благодаря колледжу устроился в успешную организацию. Работаю там уже пять лет. Первоначально я шел учиться на год. Закончил продавца с отличием, с красным дипломом. Затем пошел на товароведа. Учреждение готовит кондитеров, официантов, поваров, продавцов и товароведов. Ежегодно отсюда выходят две сотни дипломированных специалистов. Учащиеся и мастера выступают и побеждают на областных, а также республиканских конкурсах. Колледж готовит высококвалифицированных специалистов для сферы обслуживания и сферы торговли. Как нашего региона, так и области и республики. Многие учащиеся работают не только на территории республики, но и за рубежом. За время существования колледж выпустил десятки профессионалов. Одни возвращаются в родные стены, чтобы обучать новичков мастерству кулинарии. Другие же радуют посетителей заведений своими гастрономическими шедеврами. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Краткосрочная разлука. Белшина официально вернулась в высшую лигу. На торжественной церемонии присутствовало руководство города, партнеры, спонсоры, представители Федерации футбола. Медали и дипломы вручил Юрий Вергеичек, первый заместитель главы АБФФ. В первую очередь хотел бы сказать спасибо партнерам, конечно же, своим, тренерскому штабу, директору. Всем, кто помогал нам, всем, кто чем-то дополнял, скажем, нас. Болельщикам огромное спасибо, тем, кто приходил, тем, кто смотрел нас. Хотелось бы сказать, что приходите на стадион, нам так будет легче играть, будет только положительный результат. Сейчас команда отправилась на заслуженный отдых. В начале следующего года Белшина приступит к тренировкам. Напомним, новый сезон высшей лиги начнется в марте. Одна из главных задач – закрепиться в вылете белорусского футбола. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»